Два дня назад состоялись региональные референдумы в Донецкой и Луганской областях Украины. Политики и эксперты в разных странах по-разному оценивают и правы, и политические последствия референдумов, но очевидно одно – это выражение стремления людей защитить свои гражданские права, защитить безопасность своих семей, своих родных и близких, причем люди, население Юго-Востока Украины делают это демократическим путем. При этом так называемые киевские власти не слышат ни своих граждан, ни наши призывы к восстановлению мира. Они игнорируют и женевские договоренности, и уже, по сути, открыто сговариваются с радикалами, с националистами, и способствуют совершению ими все новых и новых преступлений. Почему так ведут себя киевские власти? Понятно. Одна из причин состоит в том, что они понимают, что за уже совершенные преступления им придется ответить перед судом, и причем не только перед судом истории. Иначе откуда вот такая и жажда крови, и столь чудовищные методы расправы над своими политическими оппонентами, как массовые сожжения людей? Иначе чем можно объяснить такое маниакальное, я бы сказал, стремление физически уничтожить каждого, кто думает иначе, чем они. Конечно же, ситуация на Украине зашла слишком далеко, и она уже приобретает масштабы гуманитарной катастрофы, но мы считаем, что остановить эскалацию кризиса еще можно, и этот путь, единственный путь, лежит через общественный договор, закрепленный конституционно. Причем такой договор должен быть согласован со всем обществом, а значит в работе должны принимать участие все политические силы и все регионы страны. Что касается наших действий, то депутаты Государственной Думы будут продолжать вести межпарламентский диалог на различных международных площадках и акцентировать внимание на истинных причинах, идущих на Украине гражданской войне. Мы будем говорить правду, и вот такой диалог не только возможен, но и востребован, и это показали наши поездки, поездки парламентских делегаций в Сербию и во Францию. Сегодня депутаты Государственной Думы обсудят и примут обращение к парламентам других стран, к международным парламентским организациям. Мы предложим провести такие межпарламентские консультации по выработке подходов к деэскалации кризиса на Украине. Мы предложим создать международную контактную группу по Украине на площадке парламентской ассамблеи ОБСЕ. Продолжение следует...